В Якутии продолжаются мероприятия, направленные на борьбу со СПИДом, которые проводятся в рамках третьей всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД». Узнать свой ВИЧ-статус смогли все желающие во многих районах республики, а также учебных заведениях и на предприятиях. О ситуации в Якутии нашему корреспонденту рассказал главный врач республиканского СПИД-центра Анатолий Кожевников. Подробности смотрите далее. В республике в общей сложности выявлено 1973 носителей инфекции. Если раньше ВИЧ-инфицированных выявляли в основном в трех группах риска, это лица, занимающиеся проституцией, наркоманы и гомосексуалисты, то сейчас вирус буквально ушел в общество, и практически никто не может считать себя защищенным от заражения. Уже идет половой путь передачи. Это все слои населения. И за последние годы мы выявляем тенденцию, выявлена такая тенденция, что, во-первых, возрос возраст, это женщины от 30 и до 60 лет, значит, также и стало меньше молодежи. Это в основном за счет того, что все-таки наркотиков меньше стали употреблять инъекционы. Несмотря на такие показатели, наркотический путь к заражению в республике все-таки есть. Особенно он распространен в промышленных районах, где, как правило, работают приезжие. У нас уже два года идет снижение. К примеру, если было по 20 человек, по 23, по 25 иностранцев, мы ежегодно выявляли и депортировали их, то сейчас мы два, три, по нашим данным, выявляются иностранцев. Как отмечает Анатолий Кожевников, посвятивший борьбе со СПИДом более 25 лет, за последние годы появилась еще одна особенность. Если раньше говорили о прерывании беременности у ВИЧ-инфицированной, то сейчас профилактика вертикального пути передачи вируса от матери к ребенку дает хорошие результаты. 171 ребенок родился от ВИЧ-инфицированных, но это за несколько лет, и 11 только из них ВИЧ-инфицированные. Если это осознанная беременность, осознанная это подготавливаем, мы практически 100% гарантируем, что ребенок родится не ВИЧ-инфицированным. Начиная с марта месяца, Якутский спидцентр занимается профилактикой в рамках третьей всероссийской акции «Стоп ВИЧ-спид». Отметим, что акция также призвана выполнять задачи всемирной программы 90-90-90, целью которой является расширение масштабов тестирования на ВИЧ. При выполнении этой программы республиканский спидцентр столкнулся с проблемой финансов. Третий год подряд федеральное финансирование на приобретение тест-систем сокращается с 10 до 3 миллионов рублей. Можно сказать, что в последние годы борьба со спидом становится задачей самих регионов. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.